Шри Шри Рави Шанкар Но у себя на родине он никогда не задерживается надолго. Моя семья весь мир, я везде дома и нигде не чувствую себя иностранцем. Как настоящий гражданин мира Шри Шри Рави Шанкар постоянно в пути, туда, где его мудрость и способность разрешать конфликты мирным путем нужнее всего. Вчера он в Ираке, сегодня на Шри-Ланке, а завтра в Эфиопии. Шри Шри Рави Шанкар всегда желанный гость в США и Канаде, Германии и Польше, Израиле и Великобритании. Его с интересом слушает любая аудитория, студенты и политики, бизнесмены и священнослужители. В 1997 году Шри Шри Рави Шанкар основал Международную ассоциацию общечеловеческие ценности со штаб-квартирой в Женеве. Он заявляет, что причина войн, религиозной нетерпимости и межнациональных расприй в кризисе личности, в неправильном самоотождествлении, когда главное и второстепенное ошибочно подменяют друг друга. Если принадлежность к определенной религии или расе заслоняет собой принадлежность более глубинную, к человеческому роду, то начинаются проблемы. Прежде всего человек должен осознавать себя как часть единого духа, часть единого человечества. Отсюда вывод – независимость – девиз прошлой эры. Сегодня залог процветания народов и стран – взаимовыгодное сотрудничество на основе общечеловеческих ценностей. Этой теме посвящен Всемирный форум за этику в бизнесе, который ежегодно проходит в Европарламенте по инициативе Шри Шри Рави Шанкара. В Брюсселе лидеры стран и корпораций обсуждают рецепты современного бизнеса – эффективного и при этом социально ответственного. Главная угроза 21 века – терроризм в международном масштабе имеет религиозную подоплеку. Выступая в ООН, Шри Шри Рави Шанкар заметил, что само понятие веротерпимость давно устарело. Ведь нам приходится терпеть лишь то, чего мы не любим. Между тем, у всех мировых религий одни и те же базовые ценности. Так что истинно верующие люди должны смотреть не на внешние различия религий, а на их единую сущность. Религия – это банановая кожура, а духовность – сам банан. Страдание в мире от того, что мы выбросили банан и держимся за пустую кожуру. Нам нужно вернуть в свою жизнь духовный аспект. Духовность – условие, необходимое для выживания человечества. Это понимал еще Махатма Ганди, которого Шри Шри Рави Шанкар считает одним из своих учителей. Отсутствие духовности в политике, обществе и бизнесе – это и есть коррупция, от которой жестоко страдает весь современный мир. Коррупция начинается там, где заканчивается чувство сопричастности. Вы рисуете круг сопричастности вокруг себя, и ваша коррумпированность начинается только за его пределами. Политики должны быть более духовными. Духовными – в смысле ощущения своей сопричастности с окружающими. «Не бывает чужой боли» – так можно сформулировать девиз Международной Организации Искусства Жизни. Она была основана Шри Шри Рави Шанкаром в 1982 году и на сегодняшний день имеет особый консультативный статус при ООН. Благотворительными и реабилитационными программами Искусства Жизни, направленными на борьбу со стрессом, охвачены 300 миллионов человек в 162 странах мира. Волонтеры организации одними из первых приходят на помощь туда, где беда. Будь то дело человеческих рук, как в Беслане и Южной Осетии, или разгул стихии, как на океанском побережье после цунами. 17 городов США и Канады, включая Вашингтон, Атланту, Чикаго, Оттаву, ежегодно отмечают День Шри Шри Рави Шанкара. Такое проявление всенародного признания стоит дороже, чем официальные премии и почетные звания, счет которым идет на десятки. Выходя на сцену за очередной наградой, Шри Шри Рави Шанкар всегда подчеркивает, что его деятельность – лишь продолжение многовековой традиции служения идеалам человечности, на которой основана вся индийская культура. И философия. Идея ненасилия, служения истине и культурному многообразию, глубоко присуща этой древней мудрости, этому древнему знанию. Так что этой большой награды Вы удостаиваете неконкретного человека. Мне хотелось бы считать, что Вы отдаете дань уважения принципу, философии, утверждающим идею сосуществования и многообразия культур. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»